Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачева-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Количество заболевших в республике стремительно растет. По данным Роспотребнадзора, преобладает новый штамм омикрон, который характеризуется легким течением заболеваемости. Выращивают корм и отследят, чтобы оно не заболело. Задача садоводов не только достичь высокого урожая яблок, но и сохранить их до следующего сезона. Это фруктохранилище. Когда сбываются мечты, квадрокоптер, ноутбук, конструкторы в рамках акции «Елка желаний» депутаты парламента республики вручили детям подарки. Хранительница семейного очага и основа семьи. Свой пятилетний юбилей отметил Координационный совет женского актива абазинских аулов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. В настоящее время в республике наблюдается подъем заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в Карачаево-Черкесии преобладает новый штамм коронавируса омикрон, который характеризуется легким течением заболеваемости. Вместе с тем необходимо помнить, что заболеваемость данным штаммом у старших возрастных групп может привести к осложнениям хронических заболеваний. Рашид Тимрезов поручил открыть детский ковидный госпиталь на базе Республиканской детской многопрофильной больницы с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. По вопросам заболевания жители республики могут обращаться в службу 122, которая оперативно взаимодействует с колл-центрами. И сегодня в республике выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 35 038 человек. Из них 31 052 выздоровели, 382 человека госпитализированы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза провел рабочую встречу с ректором Карачаево-Черкесского госуниверситета Талсултаном Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза, подготовку высокопрофессиональных кадров в различных отраслях, сделав при этом упор на качество подготовки педагогических кадров, также специалистов в сфере туризма и гостеприимства, что очень актуально для нашей республики. Рашид Тимрезов дал поручение подготовить проект соглашения о сотрудничестве между правительством региона и КЧГУ в значимых для республики и университета направлениях. Рашид Тимрезов поблагодарил Талсултана Узденова за плодотворную работу в вуза, поздравил с успешным прохождением государственной аккредитации университета. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карачао-Черкесии задержали подозреваемого в причинении огнестрельного ранения. Напомним, в Черкесске на проспекте Ленина неизвестный произвел не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в 34-летнего жителя республиканской столицы. Накануне злоумышленников задержали сотрудники МВД в селе Хасаут Гречевское Зеленчукского района. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде заключения под стражу. Вечером 29 января 2022 года два родных брата, находясь в центре Черкеска, напали на мужчину. Один из злоумышленников произвел потерпевшего не менее двух выстрелов из огнестрельного ружья, от которых последний упал на землю. В этот момент второй подозреваемый присоединился к преступным действиям своего брата, и они вместе нанесли несколько ударов предметами, используемыми в качестве оружия в область головы и туловища потерпевшего. Однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается. Урожай яблок в Карачаево-Черкесии демонстрирует в последние годы стабильный и серьезный рост. Данная отрасль сельского хозяйства считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных. Одним из успешных садоводов в нашем регионе выступает агропромышленный комплекс «Приэльбрусье». Их главная задача не только достичь высокого урожая, но и сохранить его до следующего сезона. Все это осуществляется при помощи инвестиционного проекта строительства фруктохранилища вместимостью 20 тысяч тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием. Как идет реализация программы, узнавала Альбина Ламкова. Садоводы к яблоку относятся очень бережно. Выращивают корм и отследят, чтобы оно не заболело. А затем его вручную собирают и перевозят аккуратно в хранилище. Здесь достаточно холодно. Оно не портится, сохраняет вкус и свои витамины. А все потому, что здесь для него созданы благоприятные условия. Закладка интенсивного яблонево сада на площади 500 гектаров стартовала в 2017 году. А в 2021-м реализовали инвестиционный проект по строительству фруктохранилища на 5 тысяч тонн. Осенью оно было полностью заполнено, так как садоводы при Эльбрусе собрали хороший урожай яблок. Для их сохранности в холодильных камерах поддерживают стабильный микроклимат. Плоты расфасованы в контейнеры. Их выставляют по технологии не больше 10 уровней вверх. Мы уже с прошлого года реализовали минимум где-то 5 тысяч тонн, если даже чуть больше. Точную цифру я не могу сказать сейчас. Еще осталось где-то 5 камер полных по 250 тонн. Ну, особенности хранения яблок, чтобы они были свежие, чтобы сохранились. А сложность? Сложности. Везде надо за ним смотреть, анализы делать и так далее. После этапов хранения для плодов наступает так называемый яблочный спа. Каждый фрукт проходит мойку в чистой воде. После загрязнения она вытесняется через сливные щели в канализацию. Затем автоматическое взвешивание, чтобы определить калибр наличия внутренних и внешних дефектов. Для сортировки фруктов работает 4 линии. За один час они вырабатывают 10 тонн. В день это количество увеличивается до 80. Если есть погрешности, то яблоко удаляется с линии и переводится в индустриальное. Отсортированные плоды идут на упаковочные столы, где их аккуратно вручную помещают в ящик. Эта часть работы несложная. Надо сказать, что хозяйство при Эльбрусе обеспечивает рабочими местами людей из разных населенных пунктов Ады и Хабльского района. В этом отсеке производства трудятся 45 человек. У нас работа не тяжелая. Спасибо, нам создают такое условие, техника все делает. Но мы тоже стараемся, качественно работать, за качеством следим. Нас специально привозят, сами же и отвозят на работу. Движение во фруктохранилище напоминает улей. У каждого своя обязанность. После сортировки фруктов в ящики их отгружают в большегрузные машины. В этом году с реализацией плодов проблем не было. Основную массу яблок приобретают крупные торговые сети. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Корчаева, Черкесия, Ады и Хабльский район. Ну а сейчас время прогноза погоды с словом нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи 0-5, в горах до 10 градусов мороза, а днем 7-12 выше нуля и местами минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1-3, а днем 9-11 градусов тепла. Впервые в Черкесии. Выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений. Продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. 17 фапов открылись в сельских населенных пунктах Карачаева-Черкесии в 2021 году. Каждый из них представляет собой современное комфортное здание, отвечающее необходимым требованиям, и оказывает первичную медицинскую помощь. В период пандемии колоссальная нагрузка легла на первичное звено здравоохранения. Открывшиеся фапы стали отличной поддержкой в борьбе с ковидом. Напомню, что с прошлого года в республике реализуется программа о модернизации первичного звена здравоохранения, и в этом программа также продолжает работать. Мечты должны сбываться. Депутаты парламента республики вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний». Первый заместитель спикера парламента и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дагир Смакуев вместе с депутатом Фатимой Кардановой навестили жителя Черкеска Святослава Крапивенко. Девятилетний мальчик, начинающий блогер и намерен рассказать всему миру о красоте родной республики. Юный путешественник мечтал о квадрокоптере и был безумно счастлив получить его из рук депутата. Илья Стикея побывал в Уйджигути, где живет 14-летняя Елизавета Богушевич. Лиза поклонится артиста Сергея Лазарева и давно мечтает услышать его хиты вживую. Весной она поедет на концерт Лазарева в Краснодар. София Резникова из микрорайона Московского обучается на дому. Заветным желанием девочки был современный ноутбук. Ее желание существовал депутат Эльдар Салпагаров. Депутат Наталья Власенко также присоединилась к благотворительной акции. 11-летний Всеволод Горин из Черкеска получил конструктор. Парламентарии пожелали всем, чтобы все мечты и планы притворялись в жизни. Свой пятилетний юбилей отметили участники Абазинского координационного женсовета. Поздравил представительница прекрасного пола заместитель руководителя объединения Лашара Мурат Гедугов. Подробнее в репортаже Корчибиджиева. Женщина-созидатель. Вдохновитель от женщины зависит многое в этой жизни. Она хранительница семейного очага, так как женщина – это основа семьи. Свой пятилетний юбилей отметила одна из замечательных организаций – Координационный совет женского актива Абазинских аулов. Он был создан в 2017 году по инициативе Мусы Экзекова при Международном объединении Алашара. Сплотив существовавшие в населенных пунктах женсоветы, вдохнул в них новую жизнь, активизировав их работу, наполнил ее новыми целями. Задач у женсоветов много, и хрупкие женские плечи со всеми справляются. Оказание помощи в тяжелых жизненных ситуациях, психологическая поддержка, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, акции «Стоп-развод», встреча с пожилыми людьми, сохранение передачи языка и традиции следующим поколениям. Когда мелеют реки, идут к истокам, а эти истоки нельзя потерять, говорит одна из участниц женсовета. Сохранение всего того лучшего, что было у наших предков, сохранение того, чему учили наши предки. Конечно, в полном объеме это уже невозможно, вот это все восстановить, но то, что осталось, надо обязательно сохранить. Мне кажется, нам все работы по силам, потому что мы вместе. Если взять вот Иншичкунское сельское поселение, то, что касается работы женсовета, нас поддерживают все односельчане. Все девушки, какую работу мы не делали, какие мероприятия мы не делали на местах, нас всегда поддерживает и администрация, и поселение нашего аула. На собрании в качестве гостей присутствовал председатель Корчаво-Черкесского регионального отделения Союза женщин России Марина Барлакова. Она описала работу Союза приятными речами и предложила провести несколько совместных мероприятий. И предложение было принято с удовольствием. Процветание их организации и, естественно, благополучие их семьям. Если в семье всегда все хорошо, то и с большей отдачей женщины будут посвящать себя своей работе. Так что я желаю им всего самого наилучшего. С юбилеем Координационного совета поздравил заместитель и руководитель объединения Алашара Мурат Гедугов. Самым активным участницам абазинского женского движения он вручил благодарственные письма и сувениры. Тарча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был вторник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас новые серии фильма «Склифосовские». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!